С огромным удовольствием я представляю Санилу Бадви, который не первый раз соглашается уже прийти, приехать на российские конференции для того, чтобы поделиться своим опытом с нами. Он профессор в Университете Индианополиса в США и один из опинион-лидеров, ключевых людей в Америке по как раз молекулярным основам классификации рака молочной железы. Санил? Да, да. Спасибо за приглашение на презентацию и на такую важную встречу. Я не знал, о чем сегодня говорить, поэтому я решил философски подходить в связи с тем, что включить в презентацию по биомаркерам рака молочной железы. Но я надеюсь, что мой доклад будет соответствовать вашему презентации. Вы знаете, что существуют разные формы рака молочной железы. Есть медленно-расточные опухоли, которые никогда не выльются в неблагоприятные исходы для пациентов. А есть очень быстро развивающиеся опухоли и вызывают высокую заболеваемость и смертность, если пациент не пройдет лечение. Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся с точки зрения выявления того, каковы хорошие прогнозы и плохие прогнозы в связи с опухолью. Поэтому должны рассмотреть два факта. Это сокращение размеров опухоли. И мы много уже слышали сегодня о преимуществах скрининга, о обнаружении малых опухолей, которые связаны с хорошими парадоксами. Но даже при опухолях с плохими прогнозами они тоже начинаются с небольших размеров, но они прогрессируют. Поэтому нам необходимы оптимальные пути выявления опухоли, которые не будут развиваться с такой степенью опасности для пациента. И то, с чем мы имеем дело, мы, конечно же, должны смотреть на экспрессию биомаркеров в связи с развитием опухоли. Каковы опции, с которыми мы имеем дело? Существует множество технологий, которые уже разработаны в зависимости от ваших исследовательских интересов, вашей лаборатории, начиная с биоморфологии, химии и всех технологий, которые используют масс-спектрометр, секвенирование и так далее. Что мы знаем? Говоря о новых биомаркерах, мы знаем, что существует очень много исследований по инвазивной карциномии рака, и также исследования протоковые канцерномы инситу, и существует множество анализов по экспрессии. Однако есть ограничения по экспрессии генов. Я не буду говорить о молекулярных особенностях, но, тем не менее, говоря о молекулярной классификации, тут следующий докладчик будет говорить. Было интересное исследование, и на самом деле потрясающее исследование. Это исследование Айндо и других 2005 года, и они рассматривали на дифференциальную геновую экспрессию. Люди знают о гене 70D, и существует классификация. Что сделала эта группа? Существует 7 наборов генов 70D, следующая 70D, следующая 70D, следующая. И вот это сравнение вот этих 8 наборов, что здесь видно хорошо? Это прогностическое воздействие всех них является очень сходным. Большинство вот этих генов являются прогностическими, но они не скажут, какие гены являются самыми важными. И нужно подумать, каковы пути... Мы знаем, что существует очень много генов, и, конечно же, мы понимаем, что целлюлярные пути, они очень важны, но нужно помнить о том, когда мы говорим о биологии заболевания, нужно помнить следующее, мутации. Почему не исследовать мутации? Мутации прекрасно. Они как бы представлены здесь, вот как некие образования над облаком. Второе, существуют первичные и вторичные мутации, существует экспрессия генов. Вот это, так сказать, вот участок, где трудно биомаркеры найти. Когда мы хотим изучать мутации, мы должны подумать об отсутствии протеинового синтеза, аномальных протеиновых структурах, и также мы должны подумать об аномальных протеиновых функциях, об отсутствии функции и приобретении функции, включая активность. А вот это рак TCGA, и что мы узнали? В основном, кроме B23, образование мутации других генов при раке других составляет 5% или меньше, мутации только 5%, а большинство мутаций ниже 1%. Как можно пользоваться такой информацией для того, чтобы нацеливаться на популяцию с раком молочной железы? Другие проблемы – это концепция того, что мутация – это мутация мутации. Вот здесь мы видим BRAF. Каждый из таких леденцов, так называемых, представляет мутацию на этом графике. И мы видим из данных по меланоме, что мутация 600A – это вот та мутация, которая является значимой. И BRAF мутация, она и является таким значимым фактором. Посмотрите на этот участок. Длина вот этой вот палочки говорит о частоте мутации, а остальные мутации находятся здесь. То есть мутация должна быть специфической, локализация должна иметь терапевтическую значимость, терапевтическую релевантность. Большинство мутаций является нечастыми. И было еще одно интересное исследование. Это молекулярная таргетная терапия, которая базируется на опухолевом молекулярном профилировании по отношению к традиционной терапии при распространенном раке. Это ШИВА. И это исследование посвящено мутациям. В это исследование было вовлечено большое количество людей, используя различные препараты. Но результаты, конечно, хотя здесь очень сложно. Мы видим здесь, как бы идет перехлестывание между ответом, базирующим на мутации, и пациентами, которые получили классическую химиотерапию. И мы не видели массивного влияния терапии, основанной на мутации. И заключение, которое было получено, в том, что не нужно пользоваться мутационным анализом для проведения терапии, особенно в рамках клинических исследований. И, конечно, существует проблема. И проблема – это ограниченное количество проводящих путей. Иногда выбираем не тех пациентов, или не те случаи, не те самые мишени или препараты. Используем, однако, я хочу представить вам NCI Match Scheme, которая основывается на концепции мутационной направленности. И, базируясь на мутационном паттерне, используется несколько различных препаратов. Это исследование проводилось во множестве учреждений, и оно было сосредоточено на онкологическом заболевании. Использовались различные препараты в связи с мутацией. Большинство пациентов не показали тех мутаций, на которые врачи собрались прицельно нацеливаться. И вот здесь мы видим, что было очень много энтузиазма, но не так много сопоставимости. Не удалось найти существенного количества пациентов, которые бы соответствовали критериям исследования с точки зрения нахождения мутации, которые необходимо было выявить, чтобы пациенты подошли во вторую стадию исследования и принимали препараты, основываясь на типе мутации. Поэтому я уже говорила, что ДНК не очень, РНК не очень хорошие показатели. Что касается протеинов, белков, может быть, вот это то, чем мы должны заниматься, особенно при хирургической патологии. Что не так с анализом протеинов? Это то, что мы делаем наши рутинные практики. При этом существуют ограничения, касающиеся стабильности, параметров прианалитических. Мы используем пятимикронную секцию, которая содержит много-много клеток одновременно для анализа одного. Было бы лучше, если бы мы использовали мультиплексный анализ и методы мультиплексного анализа. Существует две основные, я бы сказал, три основные платформы. Я включил одну из этих платформ, там семь маркеров. Я не знаю, сколько преимуществ эта система предлагает. Вот используется определенная платформа. Это анализ, который нацеливается на антитела. Идет затем массово-спектрический анализ и смотрится, какие антитела связываются с определенной локализацией. Мы работаем с компанией General Electric, и с этим подходом берется секция амино-окрашивания с использованием амино-флюоресцентный анализ. Идет визуализация, затем активация красителя смыв, и затем этот цикл заканчивается, и мы делаем повтор. И мы работаем с 90 маркерами. Ну, это революционный подход. Я очень большой энтузиазм, конечно, испытывал. К счастью, мы получили фонды и грант. И вот это вот данные, которые будут скоро опубликованы. Вот, скажем, берется классический случай. Неважно, кольцет. Мы берем вот эти клетки. Здесь и РС, иммунные клинки, и лобулярные альтерации. Мы начинаем смотреть на маркеры иммуно-флюоресцентные. Видим экспрессию CD4. Здесь экспрессии петелиарных маркеров. Проводится множественный одновременный анализ клеток. Сейчас у нас есть все даты, данные о экспрессии гена. Мы начинаем подсчет. Каждый маркер экспрессии выглядит как кластерный алгоритм. И мы коррелируем этот кластерный алгоритм непосредственно с клеточной морфологией. Необходимо понять, что происходит, но и оценить степень гетерогенности, оценить доэвазивные очаги. Мы только не говорим о атипической гипоплазии. Мы говорим, это DCAS, протоковый рак энд ситку. И когда мы начали, говорим, что да, действительно, вот это DCAS, гетерогенное состояние, а как же мы будем дифференцировать вот это состояние от просто гипоплазии? Существует присутствие эпителиальных маркеров. Мы пытаемся произвести различия между различными эпителиальными клетками. Мы знаем, что это гетерогенное состояние в DCAS. Но если мы смотрим на различный клеточный спектр, мы пытаемся понять, вот этот профиль, профилир, вот гомогенный профиль. Действительно, этот профиль генетически ассоциируется с плохим результатом. Единственный клон пролиферирует и практически инвазирует весь проток. А здесь множественные клоны. Действительно, это является показателем гетерогенности, но, как мы знаем, что гетерогенность – это плохой признак. А вот, может быть, мы сможем найти что-то между вот этими двумя состояниями клонирования. Мы пытаемся провести это исследование. Сейчас мы находимся на этапе проведения этого исследования для того, чтобы сделать различие. Но о чем же мы говорим? Не только о ДНК, РНК и протеинов. Нам необходимо посмотреть и оценить общую картину. Что происходит конкретно здесь? Ну, это как слепой человек и слон. Вот это простая история. Когда мы хотим оценить полностью биологию заболевания. Это точно так же. Посмотрим. Все возможные биомарки, маркеры, вне зависимости от механизма, в рамках опухоли. Они оказывают воздействие на биологию опухоли. Конкретно, оказывая влияние на раковые клетки, раковую биохимию рака. Еще один момент, который мы пытаемся сделать. Выполнить TCGA анализ. Множественные раковые клетки. Классический анализ TCGA. Составление полного атласа, чтобы получить всю информацию. Нам необходимо применять интегрированный подход, который объединяет все модальности, которые у нас имеются вместе, насколько это только возможно. Все. Когда пациенты включаются в клинические исследования, проводится им стандартизированная терапия и наблюдение за пациентами. И мы используем эту информацию. Мы пытаемся понять, секвенирование нормальное и секвенирование генов в опухоли. Почему некоторые опухоли оказываются нечувствительными к терапии? Существует два протокола, которые одобрены для того, чтобы провести этот анализ. Первый – это исследование Тейлор, где оценился промежуточный прогноз риска с химиотерапией, без химиотерапии. И господин Спарано руководит этой группой. И еще одно клиническое исследование в включение антивИДЖФ, эпилителиального фактора роста ингибитора. И господин Бадве руководит данной группой. Они пытаются разобраться в биологии опухоли, и выяснить механизмы возникновения механизма резистенции. Существуют различные организационные структуры. Как мы уже говорим, у нас есть ДНК, которая проходит распадательная РНК, механизм синтеза, и в конце концов вырабатывается протеин. Мы понимаем, что опухоль, или даже нормальная клетка, вот организационная структура этой клетки, она не является линейной, она является разветвленной, очень сложной. И поэтому понятие вот этой клеточной, организационной структуры самой клетки очень важно. Нам необходимо понимать иерархию, клеточную иерархию, которая очень сложна. Нужно понимать функцию протеинов, где происходит мутация, как происходит регулирование ДНК и РНК. Также необходимо уточнить роль микро-РНК, альтернативное сплайсинг и прогностические предикторы и факторы. Необходимо для того, чтобы оценить это, надо произвести анализ протеинов и механизмов практически на 360 градусов, вокруг 360 градусов. Необходимо найти правильный инструмент. Это может быть не один инструмент, а мультиплексовый анализ. Я готов ответить на вопрос.